Всем привет! Перебираем в сорокалетней давности батареи чугунные, распаковываем их, раскручиваем. Сейчас я вам все это покажу и расскажу, как правильно это сделать. И без больших усилий. Гайку, которая была закручена 40 лет назад и покрашена раз 20 краской, мы постараемся выкрутить вот таким вот ключом. Этот размер у нас получается ключа двоечка, вот видите, и сейчас мы это сделаем. Срываем ее, и сейчас в другую сторону. Да, я вешу 95 килограмм, и мне это не так легко удается. Тут левая резьба. Я его сначала чуть-чуть прокрутил вперед, а потом раскручивать начал. Сорвал гайку, и оно пошло. Сейчас можно рукой открутить. Вот, посмотрите, что творится там внутри. Загляни туда, ничего не видно. Вот, посмотрите, мы насрали-насрали сваркой. Сейчас я чуть-чуть обработаю вот эти вот бульки, чтобы они не цеплялись. И попробуем этим ключом раскрутить секции. При таких работах надо использовать средства безопасности, перчатки, маска. Но это не всегда помогает. Мне оно практически не помогло вообще. Я просто разбил батарею кувалдой. Сейчас я вам покажу, как с помощью вот такого вот ключа и кусок трубы можно раскрутить секции без нагрева газом. Сначала мы сделали ключ метр десять длиной и по пятьдесят сантиметров плечо с шестнадцатой толщины прута. Но при откручивании прут начал скручиваться в этой части. И он не подошел. Мы решили взять арматуру. Арматура двадцать первая, двадцать миллиметров. Сварили больше плечо. Также арматура начала скручиваться. Ниппель не откручивался. Мы его грели, мы стучали, мы били, крутили ключом. Ничего не получалось. Потом мы взяли постепенно, начали откручивать с помощью вот этого вот резца. Этот резец получается с токарного станка. Вот этот же тут номер, я не знаю, сороковая сталь. И что получается? Мы поочередно начали раскручивать по секции. У меня полопались практически через одну секцию батареи. И я начал выкручивать по одной. То есть, смотрите, нам как раз хватило ключа, чтобы достать до следующего ниппеля. И с помощью вот этого вот ключа, который согнулся, согнулся из-за того, что просто не откручивался ниппель, мы взяли трубу, ставили ключ и начали откручивать. Посмотрите, сколько я раскрутил батарей. Вот всего лишь одна, единственная батарея, которую я нагревал. И то, я ее выкручивал из-за того, что следующая секция рядом была хорошая. Эту пришлось не выкинуть. Ну, я имею в виду, она лопнувшая. А все остальные, посмотрите, я их не нагревал, я выкручивал ключом. Но мы выкручивали ключом с таким трудом, что на батарее стояло 3-4 человека. И я метровой, полтора метровой трубой крутил именно вот тем резцом, который я вам показывал. Посмотрите, сколько я раскрутил батарей без нагрева. Это все. И вот еще одна часть была, которая нагревалась. И то, все остальное... То есть, нагревал я, не нагревал. То есть, оно не раскручивалось, пока я не взял в руки резец и полтора метровую трубу. Вот, вот эта труба и вот этот ключ сделал свое дело. Промучился я с этими батареями где-то примерно 2 дня. Но раскрутил все секции, целые секции все раскрутил. Сейчас я буду заниматься сборкой. Вот, смотрите, сколько я повыкручивал напилей, заглушек, муфты. Сейчас это все будем подготавливать, защищать и собирать целые секции. Посмотрите, как выглядит после раскручивания заглушки. А вот тут вот была резиновая прокладка. Вот тут вот осталось налет от краски и от самой прокладки. Это надо будет убрать. Зачистить. Посмотрите, вот уже зачищенная часть. Зачистить можно просто взять кусок наждачки, любой. И плоский предмет. Я, допустим, использую вот этот вот шлифовальный круг и зачищаю. И тут сразу проясняется контактное пятно. Тут не должно быть ничего лишнего для того, чтобы резиновая прокладка хорошо прижалась и батарея не текла. А еще с помощью вот такой вот вибрационной шлифмашинки можно зачистить контактное пятно для прокладки. Вот посмотрите, что получилось. Тут еще чуть-чуть можно снять. Сейчас сниму. Тут у меня сороковая наждачка. 20 секунд и все готово. Не пиля, я пробую закручиваются ли они до конца. до конца правой резьбы. Тут правая резьба. На этой батарее левая резьба. На этой секции. Тут я уже зачистил. Вот видите. И тут зачищено. Есть у меня две прокладки. Вот такие вот две резиновые прокладки. Которые я одеваю на ниппель. Ниппель я прочистил железной щеткой. Где железная щетка? Вот она. Перед тем как... То есть подготовка. Нужно прочистить железной щеткой старую ржавчину и все, что осталось на резьбе. И чтобы оно спокойно себе закручивалось. Вот так вот. А тут оно крутится, получается, в другую сторону закручивается. Вот посмотрите. И так же закручивается до конца с легкостью руками без проблем. Наживляем ниппель. Наживляем ниппель на четверть оборота. Чтобы он держался. Надеваем прокладочку. Надеваем резиновую прокладочку. По центру ее выставляем примерно. Она себе найдет свое место. И так же делаем тут. Потом. Я использую для скручивания батарей. Использую вот такой вот резец. С токарного станка нашел в гараже. Вот тут вот есть вот такие вот зубья. И он как раз входит по размеру. Очень хорошо. И ключ на 17 использую для прокручивания. Но он удобен только если мы закручиваем по одной секции. Следующую секцию он не достанет. Для этого есть длинный ключ. Смотрите. Прикладываем батарею. Тут все чистенько, аккуратно. Все прочищено. Прикладываем батарею в секцию. Вставляем ключ. И начинаем прокручивать. Тут пол оборота. Переходим на эту часть. И тут пол оборота. Постепенно вкручиваем. И она сжимается. Сжимается. Берем ключ. Уже чуть-чуть трудно. Получается. Оно идет наискосок. Надо подкручивать с двух сторон одновременно. Все. Оно практически затянулось. Сейчас можно смело затягивать. Но ключом это не выйдет. Затянуть надо брать более мощный ключ. Будем использовать советский газовый ключ. И с помощью вот этого вот резца. Прижимаем ключ. Берем вот такую вот трубу. Длиной метр. Сейчас попробуем затянуть это ключом. Гарматура скручивается. Слабый. Слабый ключ. Говно. Эти батареи я разбираю первый раз в жизни. Всем пока. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.